МЕСТО ПРОИСШЕВСТВИЯ В результате аварии никто не пострадал. Мужчина пояснил, что на рабочем месте выпил алкоголь, после чего поехал домой. Экспертиза показала, что он был пьян. Также установлено, что шельховчанин не имел водительских прав. Теперь ему грозит несколько крупных штрафов, а автомобиль поместят на штрафстоянку. В Усольском районе на объездной дороге Ангарска 24 сентября произошло ДТП. 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением, из-за чего машина выехала на обочину и опрокинулась. В результате на месте погиб 86-летний пассажир. В этот же день ДТП произошло и в Аларском районе. Женщина за рулем автомобиля Toyota Prius превысила скорость и, не справившись с управлением, въехала в металлическое ограждение. В результате происшествия 33-летняя пассажирка скончалась. Полицейские проводят проверку. Уже установлено, что предполагаемая виновница трагедии была пьяна. Плата за безопасное движение. Жильцы многоквартирного дома в Ангарске оплачивали работу светофора. Кроме показателей квартирного счетчика, жильцам насчитывалась сумма и из-за потребления электричества дорожного объекта. В спорную ситуацию вмешалась прокуратура. Прокуратура города провела проверку по обращению одного из жителей многоквартирного дома в 91-м квартале по вопросу незаконного подключения светофорного объекта к дому. В ходе проверки этот факт подтвердился. Действительно, при осуществлении подключения в далекие годы была нарушена схема присоединения. В результате длительное время светофорный объект был подпитан к распределительному устройству, который на сегодняшний день относится к общедомовому имуществу собственников многоквартирного дома. Незаконное подключение удалось выявить подрядной организации, которая проводила капитальный ремонт. Управляющая компания своевременно это сделать не смогла. В результате в адрес организации прокуратура внесла представление. Кроме того, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Теперь собственники дома вправе рассчитывать на перерасчет и возвращение неправомерно уплаченных средств. Для этого, по словам специалистов, им необходимо обратиться в суд. В Иркутске задержан подозреваемый в содействии террористической организации. До этого он был объявлен в федеральный розыск. По данным регионального следственного комитета, обвиняемый долгое время придерживался экстремистской идеологии. Для запрещенной деятельности он использовал социальные сети. В своих постах мужчина склонял жителей стран ближнего зарубежья к вооруженным конфликтам и боевым действиям на территории других государств. За что задержаны, знаете? Не знаю, за что задержаны. В соцсетях что-то создавали? Посты, группы, переписки? Я ничего не делал. Он... Известно, что родственник задержанного являлся боевиком одной из террористических организаций. Правоохранители изъяли у мужчины телефоны и интересующие следствия документы. Расследование продолжается. В Иркутске полицейские установили подозреваемых, которые похитили более 11 тысяч литров нефтепродуктов на заправочной станции. Об этом сообщает региональная пресс-служба МВД. Фигурантами уголовного дела стали сами сотрудники АЗС. По версии следствия, кассир-оператор отключал камеры видеонаблюдения. Далее злоумышленники сливали дизель и бензин в емкости, установленные в автомобиле скупщика. А после вносили в отчетную документацию ложные данные об излишках товара. Общий ущерб составил почти 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы. В Иркутске полиция провела рейд по соблюдению миграционного законодательства. Правоохранители проверили 150 мигрантов и обнаружили среди них 12 не имеющих права на нахождение в стране. Их ждет выдворение. Также инициирована проверка в отношении иркутянина, который, по предварительной информации, занимался постановкой на учет нелегальных иностранцев. Сотрудники полиции из Киренска Руслан Рогу и Владислав Миронов во время рейда на реке Нижняя Тунгуска заметили утопающего. Полицейские бросились на помощь пенсионеру и вытащили его на берег. При попытке покинуть судно гражданин не справился с течением, держась за трос, привязанный к носовой части судна, поплыл вместе с судном в противоположную сторону от берега, кричая при этом о помощи, в связи с тем, что он не чувствовал дна и не мог самостоятельно выплыть. У этих происходящих в участковом углом полиции было принято решение о помощи гражданину. Здоровью мужчины в настоящий момент ничего не угрожает. Полицейских наградили ведомственными медалями за смелость во имя спасения. С вами был Андрей Иванов. Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания.